В сегодняшнем уроке будем рисовать веточку черники. Я подобрала несколько фотореференсов, но если у вас сейчас есть возможность найти живую веточку и порисовать ее с натуры, то это будет даже лучше. Моя черника будет небольшого размера, поэтому размещу ее вот тут, на одной страничке с клубникой. Для начала намечаю вот такую извилистую веточку, которая состоит из нескольких одинаковых по длине отрезков. На ее конце будут располагаться три листочка. А от каждого такого угла будет отходить маленькая веточка с ягодой. В данном случае ягода полностью закрывает собой эту веточку, так что ее и не видно. Вторую располагаю другим образом. Она как будто отвернулась от нас, и ее веточка, наоборот, полностью видна. И еще одна ягода, которая смотрит на нас. Спереди у каждой ягоды есть такой плоский круглый участок с точечкой посередине. Помимо веточки, добавлю еще несколько отдельных ягод. Желательно, чтобы они лежали не просто где-то в стороне, а были связаны с основным рисунком. Например, вот так перекрывались. Также добавлю еще пару листочков. Обвожу рисунок тонким черным линером. Листочком делаю маленькие зубчики по краю. Цветов для раскрашивания понадобится совсем немного. Самое важное, два синих правильного черничного оттенка. Один посветлее, а второй наоборот, очень темный. Также бледно-розовый. Три оттенка для зерени и серый. Начинаю с синего и равномерно закрашиваю каждую ягоду, кроме округлого пятнышка блика. У меня все блики будут располагаться с левой стороны. Теперь темно-синим утемняю кружочек. Вот таким образом. А дальше начинаю добавлять его хаотичными пятнами, чтобы создать на ягоде похожую мраморную текстуру. Сверху прохожу опять более светлым оттенком, чтобы смягчить все резкие границы. Теперь таким же образом добавлю розовый. Он еще раз дополнительно размывает темные пятнышки, а также придает ягодам легкий оттенок. Теперь блендером размываю границы бликов. И добавляю еще раз темно-синий, но уже гораздо меньше. Только в тех местах, где хочется усилить затемнение или добавить резкости. Теперь средним зеленым закрашиваю ветку. Чтобы сделать на листочках похожую на фото текстуру, сначала равномерно заполняю их вот такими пятнышками. Так, чтобы между ними оставалось и немного белого пространства. Наконечник для этого подойдет любой. Сверху листочки перекрываю светлым зеленым. Пока заливка еще хорошо не высохла, опять прохожу средним, чтобы усилить эффект такой текстуры. На влажной поверхности все штрихи постепенно немного расплываются. Теперь темно-зеленым добавляю в веточке объем, утемняя ее по нижнему краю. Также утемняю листочки вдоль центральной прожилки. И быстро все размываю средним зеленым. Теперь сделаю переход цветов между ягодой и ее веточкой. Сначала синим, а потом розовым. Лучше было бы даже взять прямо ярко-розовый. Светлый у меня почти и не заметен. Наконец добавляю падающую тень. Нужно ее пририсовать под каждой ягодой. Ну и про веточку тоже не забыть. Чуть-чуть подкрашиваю ее под ягодами синим. При помощи блендера делаю мягкий размытый край. Теперь линером добавлю разные мелкие детали. И в самом конце немного бликов белой ручкой. Как видите, рисовать чернику очень просто, а результат получается довольно реалистичный. Так что жду вашей работы по этому уроку в инстаграме. И не забудьте добавить мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова